Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. С вами я Игорь Шастидко и мы продолжаем поездку, путевые заметки с поездки Киев, Львов, Львов, Ужгород, Ужгород. Мы на кошек же не будем заезжать. На кошечке нет, мы через Прошу. Нет, мы через Прошу не поедем в любом случае, я поеду через Венгрию. А, через Венгрию? Не надо точно. Будапешт, Будапешт, Братислава. Напомню, что первую часть вы можете уже посмотреть, заглянуть в описание. И в аннотации. Линк там есть на это все дело. С нами сегодня в маршруте. Так я смотрю, скорость ограничения. Это с нами в маршруте сейчас Святослав Шастидко. И Юрий Кирилльченко. 30-е. 30-е вообще-то, да. У тебя виза с 30-го, если ты не помнишь. Господи, дети. И смотрите описание, аннотации, линки на первую часть, как мы ехали из Киева во Львов. Нормальная дорога. Сейчас вы увидите самую душесчипательную, захватывающую часть. Вы видели, надеюсь, видели дорогу по итальянским Альпам и по австрийским Альпам. А сейчас вы увидите... А, еще вы видели дорогу по Словацким Карпатам. А сейчас вы увидите мегахит. Это будет дорога по украинским Карпатам. Которые делали македонцы. Оставленные колеса. Разбитые машины. Все это впереди. Упавшие в пропасть грузовики. Узкие, ужасные дороги, от которых так и веет смертью. Все это вы увидите в этом видео. Так что смотрите. А пока мы выезжаем из Львова, кто не понял. Мы стартовали... Это у меня горло больное уже неделю. Мы стартовали от Леополиса. И едем в направлении Ужгорода через... Стрей? Это же Стрейская. Да, на дорогу. Стрей, поэтому не знаю. Может быть даже и больше получится, чем одно видео в этой части. Я этой дорогой не ездил. Соответственно, вот посмотрите, как это все дело выглядит. Ага, вон там предупреждают, что 40 надо ехать. А кто михает? Я тебя предупреждаю. Нас предупреждают. Я просто позавчера ехал все время стоял. Там мы везде стояли. Ну, так вот было все. Соответственно, едем... Так мы 65 и едем. Чего вот это? 40. Ну, плюс 20. Ну, я понимаю. Могу вон. 56 вообще едем. Да, в общем, это выезжает... Тут очень маленький кусочек двухполосной трассы. Это не тот же, Святик? Да. Мерс, который уже поймался на ментов. Ну, наверное, АА. ОР. ААВ. ОР, правда? Нет, ВР. ВР был там. А вот. Соответственно, это небольшой кусочек... Да, двухполосная не очень большая. Тут где километров 30-40 до Николаев. Да, но здесь сейчас мы свернем и будем по однополоске ехать. Да, она же расходится. Да, расходится опять. Но все равно здесь будет однополосная дорога. Ну, как бы. Потому что только автобусы разрешены. Для тебя парки. Ну, вот. В общем, мы вот так вот сейчас медленно крадемся, выкрадываемся. Ну, можешь уже... Нет, нет, можно. Выкрадываем. Да, какой нормально. Вы загрузили только что в машину. 10 килограмм гречки. Машина не едет. Это же не Мерседес, а ссылка. Да. Жрать охота. Святик хочется. Святик потребовал гречки. Доедем до Мукачева, я думаю, на этом бензине. В Мукачево покормим Святика той самой сосиской, которую не смогли съесть. В первой части. Если она не испортилась. Нет, ну, не испортилась. Ну, что ж, смотрите дальше. Напоминаю, в описании линки на предыдущие видео путевые заметки. Братислава, Львов в шести часах. Львов, Братислава в трех частях. Братислава, Будапешт, Вена. Братислава в двух частях. И три части очень такой динамичной поездки. Братислава, Вена, Римени с приобретением машины. Ну, почти приобретением машины. Святик пообещал, что он перегонит ее мне, чтобы папа не мучился. Папа будет все время ехать пить чинза на Просека. Святик будет везти этот Мэрс. Справишься, Святик? Да. Попробуй. Правда, он все время играет в игрушки какие-то на моем телефоне. Ну, правда, я тебе его подарил. Я телефон и переносил. Ах ты телефон и переносил. Я, правда, тебе его подарил, но все равно на моем телефоне. Кстати, вот телефон теперь есть. Я вам сниму видео про Nokia Lumia 630 после года эксплуатации. Так что ждите. Дальше увидимся. Сейчас у нас, это сколько получается, 12.50. Мы проехали час от Львова, час с 05. На самом деле мы так медленно ездим. Мы проехали только что город, город, село Ерцке. Вот еще одно Любынцы, село. Надо притормозить. В чем прикол? Помните, в видео, которое я показывал, как ехал из Братислава в Италию, после Вены есть кадры, вдалеке появляются Альпы. И такой шикарный трехполосный в каждую сторону автобан. И его аналог в Украине. Шикарный автобан Киев-Львов-Чоп. 600 какой-то, 40-й километр. Вы можете любоваться отличной дорогой. Охраждение села, чтобы людям не мешало звуки. Звуки и так далее, проходящих тяжелых автомобилей. И те же силуэты, красивые гор, которые, в данном случае, Карпаты-Альпы, конечно, будут побольше. Ой, кошка-кошка пробежала, слава богу. Ну, дай бог тебе здоровья, кошечка. Погудеть. В общем, а вот теперь вы видите, да, то есть аналогичную ситуацию. Вы можете найти те кадры про дорогу. Это первая часть дороги Братислава-Вена-Римени. А это вторая часть дороги Киев-Львов-Ушгород-Кошице-Будапешт-Братислава. Там такие вот Карпаты. Ну, а сами Карпаты, конечно, красивые, поросшие. Вот люблю такие не остроконечные горы, а такие поросшие лесом. Они такие мохнатенькие издалека. Хотя, опять же, в Украине, конечно, зачем горам стоять мохнатенькими? Они беспокоятся о внешнем виде. Их бреют. Бреют и тут же за бесценок продают. АТО. В АТО, да. Продают древесину, куда попало. Главное, чтобы сделать какие-то продукты и продавать. Я имею в виду, либо мебель. Икеев же нет. Изделия. Изделия, да. Икеев же нет. Даже ту же бумагу и то можно было бы сделать. Так нет, покупается бумага финская. Ну и, как всегда, на украинских автобанах лошадь одной из самых главных. Даже с жеребенком главных средств. Лошадь примечательности. Нет, средств передвижения. Мы сегодня много раз со Святиком, пока ехали из Киева в Ровны, на двухполосном скоростном автобане. Наблюдали, как лошадь разворачивается, лошадь. Изделия, это не только передвижение. Это и кормит и трактор, и сила Ялка, и жадка, и чужих. Ну где это? Да, где это, я представляю, в Мюнхенске, там окружная дорога. И такой бюргер везет в бочки с пивом, в Хофф-Блюхаус, на телеге, да. Ну чего ж ему, бензин-то, дизель полетит. И как в Львове есть тоже немецкий вариант, конь тянет телегу, вдоль, с одной и с другой стороны, лавка, и сидят, и пьют пиво. Ну, так есть такие же ездят, велосипеды, велосипеды такие есть, да. Ну, надо слишком, ну, вот, собственно говоря, начинаются уже первые горы и первые серпантинчики, да. Какой? Проконя. Проконя и телеги в Мюнхене. Да, и такое, вековые традиции баварского пива. Не имеете зиберта. Не, львингский митнен. Где ты набрался такого зиберта, господи? Все, Святик, забудь. Мы тебя свозим в Хоу-Брюхаус, попробуешь класс. Так оно, значит, в голове у него уже укоренился этот зибер, ты это заметишь? Так, нам много рекламы смотрят. Будешь смотреть словацкую рекламу и мне пересказывать. Вот теперь придется смотреть на словацком, чтобы привыкать к словацкому языку. Что, он может и немецкий приезжать сейчас смотреть? Да, и немецкий может смотреть. Че есть, как? Ну, а вот мы въехали уже в Карпаты. Это, по сути, мы въехали-приехали речку Стрей, и мы приезжаем в горы. Синевидно. Будет нижний синевидно, верхний синевидно и Сколе. Сколе. Это старинный центр. О, синевидно. И тут стоят менты. Ну что ж, смотрите дальше. Мы едем. Итак, у нас 13.15, мы проехали Сколе. И вот сейчас вы видите замечательное. Тут вот такая вот поланина между двумя горными хребтами. Идет, по ней въется река, которая, по-моему, тоже Сколе называется. Это Стрей. Стрей река? Стрей. Российский газ. Факт недоказанности присутствует. И также тот же факт, что если его закрыть, Европа останется без газа. И русского. И русского. Ну, его... Да то и матери своего. А еще мало кто знает, что на самом деле, почему был построен этот газопровод, так до 60-х годов прошлого века экспорт в Западную Европу у советского газа на 80% состоял из карпатского газа, которого добывали здесь, в Львовской области, в Ивано-Франковской, в Закарпатской. И когда уже недры выкачали из украинских, начали выкачивать уже дальше там из Татарии, из этого самого... Обратите внимание, кто хочет покататься на лыжах. На лыжах Славская налево, а мы поедем направо. Таким из силы... Святослав, видел отель, Святик, в честь тебя? Да, да, да. Лыжи Славская и это самое. И отель... Когда не было этого самого крутого, вот он, вот, вот, вот. Ну, его совсем плохо видно. Нет, ну, видно почему. Сейчас там будет. Еще один был, ну, в общем, если вы не увидели, там вот только что были трубы, трубопровода Уренгой, Помар и Ушгород. И, кстати, кто слышал такое понятие, как украинские газовые хранилища, вы представляете, что такое газовое хранилище на миллиард кубометров газа? Или сколько их там закачивают? Это полость в земле, которая осталась вот здесь. Месера после месли, после... Вот здесь вот как раз в Ушгороде и так далее, это просто там, где раньше был натуральный газ, его выкачали, остались полости. И теперь туда закачивает газ, это и есть газовое хранилище. Так что, вот представьте, там миллиарды кубометров или миллионы кубометров выкачали, продали, продали, а потом закачивает заново. Так что, можете себе представить, как это все работает. Ну, а вот как раз красивые... Да, только не очень красивые, потому что, если вы внимательно присмотритесь к кадрам левой горы на стоп-кадре, вы увидите, что она вся вырублена. Там молодая совсем поросль, причем ее засаживает... Ну, большая надежда, что она все-таки засаживает. Нет, это не засажено, это самозасада, она само засаживает. А дальше, вы видите, что вообще будет лысый? Да, вот, кстати, дальние лысы. Оно не засажено, это само заросло. Это видно, что оно прогалинами и так далее. С ним засаживали, оно было ровно, а то вон видно. И причем разных возрастов деревья. Так что, варварское отношение, конечно, в своей природе у некоторых. Вы думаете, местные жители? Местные жители этого дерева и не видят, да? Местные жители... Если не угадут, кстати, если кто-то... Ну, что-то видно, а таким угодно... Местные жители он себе полонины немножко полей отрубали, видите, вот так вот чуть-чуть подстрижено. Для... Там имеет целом для... Сельского хозяйства, да. Овцы, козы, там что-то посадить, какую-то бульбу. А, кстати, как по закарпатским бульбам? Бульба что-то. По закарпатским? Они говорят бульба. Брамборы говорят. Брамборы то вообще эти руси не говорят. Не, ну так же уже закарпатские. Да, закарпатские. Ну, закарпатцы, а помидоры породочки. Да. Вот мы проезжаем, ну, вот любуйтесь, любуйтесь. Видами, смотрите, как красиво. Если бы еще дорога была такая же, как в Альпах, такой автобан. Так, две полосы, так, две полосы. Туннели, подъемчики. Мне было бы интересно. Наоборот, было бы интересно, если бы они сейчас... Ну, совсем не интересно. Сейчас мне не мешали бы эти дома. А сейчас про эти гривы и смотрим в яму, не видно. Да, я меньше смотрю на это, что смотрю на яму. Петро. Ух ты, Петро. Вот здесь мне так раздевали мой автобус. Вот, например, сожгли дерево, положили никто, и кто-то уже пришел. Знаем это. Ну, и вот мы дальше едем. А вот тут где-то будет сейчас источник. Источник будет и будет трубы дальше. Вот сейчас будут подъем, с левой стороны два раза будут переходить по саму речку. А вот здесь святой источник сейчас будет. Вода, говорят, не тухнет. Не тухнет. Не тухнет. Знающие люди набирали, возили самому папе римскому. Вот здесь, вот сейчас есть где-то за поворотом. А вот трубы, видели, видели, слева. Да мы в этом нефтянехтет все-таки. Вот они слева проходят трубы. Кстати, недавно, буквально два года или три, делали ремонт. Их меняли вот этот участок. Вот еще раз пошли трубы. Вот такой вот он трубопровод. И вот такие вот они. Разве не здесь? Мы здесь. Не, не здесь. Это все нет. Не, ну где-то здесь под горой, вот так в упор. Не, не здесь. Вот еще раз трубы, видите, видите, видели. Такой вообще-то очень тоненький, что ж можно украсить. Там, наверное, давление. А что-то я не верю, что это его труба. Да его труба, труба его. Труба ему. Вот источник, вот. Вот здесь же где-то. Нет, нет. Это ты, дружки, не там. А вы видите, мы так петляем, мы петляем вдоль русла реки. И здесь, на самом деле, очень часто эту дорогу разрывает, размывает водой. И петлями слева постоянно видятся трубы, трубы, трубы и трубы. И линия электропередач. Ну а сейчас мы пойдем на подъем на перевалы. Как они называются у нас? Нет, это же не будет сейчас. Это же там. А вы говорите, наверное, не беспечно написано газ. Ну, вы же, ты правильно. Это газопроба. Не нефть, а провод газа. А это как? Верхние ворота, нижние? А это же, наверное, сбор штана вот эта вот идет. Вектор энергия тоже, дружба. Тоже пришла только специфически, конкретно назад. Как его? Что я хотел сказать? Как это? Верхние ворота, нижние ворота? Мы тоже давно проехали. Мы с Колей проехали. Мы уже в гору поднимали. Сейчас будет перевал. Ну так как называется же верхние ворота? Ну вот думай, у меня не ворота. А, где мы будем там стоять и пункты, это внизу, это нижние ворота. Ну. Ну, это не перевал, это будет перед перевалом. И вот психи, психи, смотрите, смотрите. Дорога петляет по красивой местности, а тут у нас сзади психи. Причем на бусике. Причем на бусике. Это значит Закарпатцы. Ниссане, на Ниссане. Что-то ему не имется, он мостится, мостится. Нет, ВС номера. Да. ВС номера. Какой-то нервный вуглевый ганит. Ну, очень торопится за пульбой. Вот, пошел, 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 смотрите. Там поворот, вот, некуда деться, но он пошел. Ну, конечно, нельзя так говорить, неплохо было бы, если бы кто-то сейчас выскочил. Но с другой стороны. Ну, приучить человеку было бы интересно. Нет, но видео бы имело бы миллионы просмотров. Ну, что ты, обгон запрещен. Нет, ну, а тут вообще непонятно, что он. Видимость нулевая. У него, что, он успеет, не успеет. Чего ты дергаешься? Он, пожалуйста, что тебе говорил, лысые горы. Вырубленный пол. Да, а тут не видно. Сейчас будет видно, вон. Не видно, на камеру не будет. Совсем лысый. Совсем лысый. То, что тут ближе к дороге целое, от всей стороны. Тут уже раньше вырублено. И вот лысый. Ладненько, смотрите дальше, мы едем. Итак, у нас сейчас 13.45. И мы на перевале опять Плай. Это был старый Плай. Это кафешка. Кто не понял, 24 часа. Говорят, здесь вкусно кормят. Копейка. Копейка готовит, да. Закарпатская область. Мы въезжаем на перевал. Верхние ворота. Верхние. 800 метров. На самом деле 750. 755 метров. До Мукачева 78. До Ужгорода 110. Так что нам ехать и ехать. И вот она. Высшая точка. Это не высшая точка. Это просто перевал. Высшая точка перевала. 765. 50 километров в час. Ограничение. Обгон запрещен. И вы можете полюбоваться. Полюбоваться вот этими видами Карпата. А вот это самый прикольный. Знак 30. И там на углу стоят полицейские. Может быть. Они тут всегда стоят. Там даже. Там заправки. На заправке стоят. По-моему, кто-то может пропустить его вперед. Вот те знаки, о которых я говорил. Что народ перегружает машины. Хочешь, чувак, едь. Ради бога. Хочешь, мы против колгоспу. Я же не против тебя отдать ментам. Уже одного сегодня сдали. Ну, обгоняй меня. Что ты это так? Ну, ты покажи моргалку ему. Я тебя понял. Да, не, боится. Он видит, уже повесили вот эти вот. Да, 78. Ты помнишь, как тут три фуры? Одна висела туда. Да, да, да. Ночью мы с тобой ехали. Мы помним это дело. И почему мы едем аккуратно? Да тут еще и дорога такая, что вот скатимся за заправку. И тогда можно будет гнать. Это там не прыжинать. Там тоже петляет. Ну, там уже не так петляет. Там нужно доехать до Нижнего Ворота. До пункта. Ну, вот это вот как поймал и все. Тут поймал еще ничего. А там он в природу. Да, фу. Тут кувыркались знатно. Думаешь, что ехали, была плохая погода, я помню. Была плохая погода. Надо же ехать было нормально. А тут сразу... А вот кто-то положил, вот, недавно видно. Судя по осколкам, легковушка. Прочесал добря, что-то, чтобы нести с такой огорожью. И так дождь исчел. Маркет. Мини-маркет. И опять снова виды уже Закарпатской области. Кем же Карпаты? Те же Карпаты, те же Полонины. Тут будут красивее виды. Тут такие поля-горы. Какие-то такие, разлабистые. Было бы солнышко, тут и было бы. А тут... Тут гарно, вот, где таит снег. Ну, видишь, тут все-таки есть они. Стоят. Они еще так не практикуют, как славаки. Поставят и где-то зашьют камеру, а сами... Ага. Нет, нет таких. Что ты уже возле них прямо встаешь. Ну, я же качусь. Оно же разгоняется. Ну, дивись, дивись, хоро. О, зари, быстрее, ловите, ловите. Ловите их. Я говорю, в гору-то нет ограничений. Это было бы очень занимательно в гору триться. Наверное, офигел в наглое вам. Типа, так чувак едет по правилам. Ну, все же, что-то такие. Ну, что ж, мы спускаемся. Вон, еще одна, видите, могилка, кстати. Только что. Латрика. Латирка. А, Латирка. Ну, точно. Латрика будет очень, я когда-то считал, до 20 раз. Ну, что, теперь можно уже спокойнее каскадываться. Сейчас будет билосовый со всего, и там уже пороговый. Полюбовались красивыми видами. Сейчас мы, вон, кони какие пасутся мы. Вон, коробок. То кони, да? Белый, белый, белый конь. Сами придут. Вон, пацаны, сюда. Собески, эти самые, колпаки все время, брадопрады. Теряющиеся. Пацаны напилили тропу, сидят, торгуют. Это чуть-чуть редко. Латерка, поехали дальше. Сейчас будет билосовый. Я все думал, что это билосовый. А то есть билосова. Ну, да. Билосовый. Это дошло, через 100 лет. Что ж, как вы видите, мы очень хорошо. Билосовый. Билосовый. А можно было разделно написать, а то билосовый. Блин. Синее. Поэтому мы можем гнать. Куры. Куры нам не нужны. Форель тоже. Форель тоже. Да, здесь, кстати, форель торгует. Форель вкусная. Прямо из рек левать. Поверно. А может, у себя врачу. У себя нет. У тебя нет. Так вот, есть и ресторан Карп. Между Мужгородом и Южией. И там прямо от озера с очком тебя вытягивают. И ты тебе его сковород. И Карп неинтересно. Форель? Да. Я вот еще жду, когда будет какое-нибудь село. Чтобы вы посмотрели, как выглядят закарпатские селы. Сейчас будет нижний ворот. Да там такое. Ну что, сейчас горы будет видно очень хорошо. Вот, вот, вот. Ну тут вот видно, да? Да нет, это не село такое. Не, просто прикольно. Не выключай, сейчас буквально пару километров будет. Да, знаете, пару километров. Еще 20 километров приедет. Да, вон. Туда, туда. Нет, так оно же пойдет внизу, а мы поедем по верху. Нет, оно поет сбоку. Внизу. А мы не будем ехать сверху. Я хотел показать. Вот будет видно как раз вниз. Село. Я хотел показать именно дворы. Когда ничего нет. Ровно подстриженная травка. Никаких тебе там грязи, сараев забитых какой-то фигнем. Валяющихся досок, кучи мусора. Там вот Укашов проехал. Вот здесь вот. Вот здесь в селах вот так вот выглядят. Дворик полностью, даже тропинка выложена камушками, чтобы не затаптывать землю так. Европа. Европа. Уже в Закарпатии. Европа. Они хотят присоединиться частью Крунынии, частью Словакии. И смогут это сделать. Вот, вот, а нет. Ну опять же, все унесут. Ладненько, выключаемся. Следующий перевал, ключик. А теперь 14.00 по киевскому времени. Второй перевал, который нижние ворота. Вот он, собственно говоря, и все. Да вот и перевал, такой небольшой. 515 метров. И дальше пошел спуск. И вот видите, то, о чем я говорил. Ну куда ты, блин? Да что ты. Что ты захочешь? Хорошо, что ты не боишься. Что ты боишься. Не, но все равно. Он сам перепугал. Ну вот мы ехали по Италии, я уже рассказывал, как эти менты гоняли всех, кто даже на ососовских площадках остановился. Фуры. А здесь фуры могут встать где угодно, и так оно и теперь должно быть. Итальянцы, ленивые итальянцы, которым наплевать. Ездили и отгоняли вот фур с этих парковых, этих сосовских стоянок, чтобы они не это самое. Ну правильно, потому что порядок есть порядок. Да? А он что, ну там сужение дорог, слияние двух этих. Фуры бы так, на скоростной дороге, так бы не стало, чтобы купить банку течевин. Ну что, правда, не придает нам скоростных дорог вообще ничего. Но с другой стороны, это же тоже скоростная дорога, это же международного... Просто другой дороги нет. Международного значения. Да. Только что колеса чуть не оставил. И вот мы спускаемся опять же, как вы видите, вниз, уже с нижних ворот. И так красиво. Очень напоминает спуск на Донавалах. Кто смотрел видео про Братиславу, как я ехал из Братиславы во Львов или из Львова в Братиславу. Это в далеком приближении. Не, ну что, похож. Спуск такой же, все так же красивенько. Только дорога хреновенькая. Вот этих карманов, вот этого точно нет в Братиславе. Карманов нет. И вот эти домики, стоящие вдоль дороги, ухоженные, их тоже нет. Потому что там наверх люди ездят кататься на лыжах, а здесь только чечевицу продают. Тут уже отъехали от этих самых курортов, что осталось. Ну здесь это красивые горы, опять же. Следующий перевал. И сейчас опять эта речка пойдет. А как она обтекает? Она где-то тоже... Три раза. Вот она идет туда и сюда, туда и сюда. А дорога... Нет, ну она где-то обтекает. Мы посчитали. Три раза уже было. Сейчас посчитаем сколько. А вот народ сзади пристроился к фуре и еле ползет. Опять воняет. Надеюсь, что у них... Ну тормозится. Ну вот жаль, что не попадается домиков, которые стоят прямо у дороги. Тут уже не попадется. То, что попадется раз забора. И тут вообще нереально обогнать. Вот это мое первое слово... Не, не за поворотом. Там чуть-чуть два еще поворота будет. И сейчас мы петляем, когда мы пересечем... А ты не подглядывай. Я из головы беру повороты, а ты смотришь свою книжку. Я не подглядываю. Я посмотрел, что это самое, что тут не будет. Я сразу сказал, а потом проверил. И сразу на трассе, как вы видели... Не, я не против, чтобы люди зарабатывали. Но когда вот на такой дороге стоят... На полдороги. Да, фуры или машины, я там как-то неправильно считаю. Но все-таки горы идут много со временем. Возле каждых табличек мы можем заметить... Надпись Wi-Fi. Поеднему Wi-Fi, а по-нашему Wi-Fi. Да, кстати, только что... Да, я видел. Wi-Fi. Да, было его там, на горе было тоже. Типа отель такой-то, Wi-Fi. Ну, правильно, люди ездят. Не, ну подожди, Wi-Fi это тоже эксклюзив. Связь в таких горах. Чтобы был сигнал еще. А тут, видишь... Не, ну особенно если едет какой-нибудь иностранец, ему нужно поговорить с семьей. Нет, это нормально. Вот здесь должен быть Wi-Fi и вот тут будет сейчас прямая. Хит-хит-хортный раз. Это мы считаем, кто не понял, сколько раз вот эта лакторица... Латерица. Латерица. Оборажно, оборажно. И опять вот то, что меня больше всего... Товарищи поимели этот ГТ. Это вот киевские... Больше всего раздражает в украинских дорогах это вот это, вот это, вот, вот что это. Паркетов нет, а? Вот, блин. Особенно ночью. А шашлыка хочется. Да, вот даже Ми. Кто у нас Ми? В Словакии. Михайловцев. Михайловцев. Это 37 километров от Голоса. Ну это, это украинский Михайловец вообще. Да, купил себе, зарегистрировал на словацких номерах и ездит. Ну и мы вырвались, как вы видите, на оперативный простор и гоним дальше. Мимо речки Лакторица. Латрица. Латрица. Ну какая разница, Латрица. С одного берега переезжаем. Кстати, сейчас следующий мост будет. Вот он. Нет, нет. Ну красота, свежий воздух. Если бы мне не болело так горло, я мог бы нормально говорить. Я бы пел. Да. От свежего воздуха, попавшего в Москву. Сыренькал бы. Тут на Мерседесе СЛК классно ехать. Когда он тут так дрифтит. Убрали крышу. Да, убрал крышу. Погнали. Пятый раз. Да, вот еще раз. Видите? Дорога идет вдоль реки, река петляет, дорога петляет. И время от времени, когда нет возможности, да, пересекаются. И... О, свалява. Скоро уже совсем свалява. Знаменитая водичка. Да, и вообще курорт. Ну ладненько. Будем останавливаться. Смотрите дальше. Итак, в 14.45 мы проехали дофига километров, короче. Осталось 40 километров. И мы в Мукачево. И вот видите, замок, Мукачевский замок впереди за опорой электропередачи. Он на высоком холме. И вы можете любоваться им вот с этого места. И после этого вы его теряете из вида, и мы проезжаем по окружной Мукачево. Вот так вот она выглядит. Вот здесь я хотел покормить Святика на заправке. Он отказался, потому что сказал, что ему хочется покушать раньше, да, Святик? Как тебе, кстати, сосиски? Да, там хорошо. Короче, оковские сосиски годятся. Годятся. А ролл не очень. Слышали, что Святик сказал? Я тоже с ним, кстати, согласен. Сосиски отличные. Ты же с баварской сосиской? Я с классической сосиской. Короче, и те, и те сосиски были отличные. И булочка тоже, кстати. И булочка тоже, кстати. Хрустит. Ну ее ж поджариваешь. А вот ролл не очень. И вообще нас удивило на первой заправке, что утро люди готовы завтракать. А никто не предлагает им сосиски, говорит, их нет. Мы еще не разогрели печку. Правильно? Да. Было такое. О, табло, которое должно показывать промускные пункты, ни хрена не показывает. Рок шарма выглядит вообще. Нет, так он и должен, это шарм. Хочешь, его иди не отсюда. Да нет, это просто табло не работает. Там видели такое табло, вверху над трассой было. Отмотайте назад, где должно было показывать, сколько времени. Так, кто-то сейчас замок поломает. Не поломает. Аккуратнее. Я его печатал, печатал. Нужно замок здесь не подать. Грязано замок. Так вот, должна была такая таблица показывать время ожидания на каждом пропускном пункте. Тут 4 пропускных пункта. Если сейчас поехать, вот тут перекресток будет прямо Берехово, мы выезжаем в Венгрию. Второй будет Чоп, чуть дальше мы тоже выезжаем в Венгрию. И третий, это, как его там, Ужгород, а вот еще Лужанка, я про нее не знаю. Есть, там 4, 4, Дякова, Лужанка, это, наверное, на Венгрию. Да. Словакию 2. Этот и Ужгород. И Убля. Убля. Сейчас посмотрим в Ужгороде, если в Ужгороде очереди не будет, или наши самоходные бумаги не сработают, поедем на Ублю. Покажем, как выглядит Убля. Ну, а здесь, как вы видите, пост ГАИ. Прокоммунистический. Прокоммунистический. Вот что они все стоят? Где? Где этот? Реформы и все такое. Что они стоят? Что они делают? Вон, остановили уже кого-то. Какого-то джипа. Таких просят. Калетуют. Ладненько. В общем, если считать, что мы выехали в 5, а сейчас 4.45, то есть 9 часов, да, получается, о, 14.45, 9 часов, 9 часов 45 минут мы уже практически уцелим. Еще там минут 30-40, и мы будем совсем уцелим. Заправляться будем еще. И это при том, что мы со Святиком успели остановиться, мы успели заехать во Львов, еще и загрузиться в магазине. Святик, да, Святик потребовал купить ему 10, 10? 11. 11 килограмм гречки. Сказал, что он не вью и живет без гречки. Почему бы и да. Потому что папа решил сэкономить на сын. Чего-то я решил сэкономить на сын. Потому что не хочешь покупать за 5 евро. Ну, конечно, не хочу за 5 евро. Кто-то, кто не знает, в Словакии гречка, во-первых, называется паганка. Да-да-да, паганка. Как гриб паганка, а сам гриб называется по-другому. Но не гречка. Моргает из дороги. Да нет, это он моргает джипу бешеного. Но они стоят в деревне. Но в деревне, да деревне еще черт и сколько. Чего мы остановились, чувак, едь. 90 здесь. Чего поехал, блядь. И она стоит где-то 5 евриков за килограмм. Так что цените украинскую гречку, которая стоит евро за килограмм. И когда говорят, что нечем питаться, питайтесь гречка. Вот Светик любит гречку. Конечно, здорово и здорово. Ягурцы. Ягурцы какие? Только не говоришь, что соленые. Согородные. А, согородные будешь в магазин ходить, сам себе купить. Чего-чего? Свежие. Свежие, согородные. А манасольные? В Лидле будешь покупать себе какие хочешь агурцы. Там и такие, и такие. Каждый день новый завоз. И свежая согорода. Червеная репка. Господи. Как это? Червеная репка. Это как оно по-русски? Червеная репка это буряк. Червеная репка. А ретиска? Редьковка. 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 Будешь покупать себе буряк. Червеная репка. Буряк не люблю. И помидоры тоже. Помидоры ты не люблю, потому что папа не ест. Ну что ж. Едем дальше. Смотрите. Мы уже, видите, проехали Мукачево. И вы видите дорогу. Это, кстати, дорога сейчас на Ушгород идет. Следующее включение из Ушгорода. 40 километров не пошло. Уже 35. Прямо до поста таможенного. 45 километров. О, 35 километров. И мы будем на месте в Ушгород. У нас сейчас 15, извиняюсь, 15.10. Вы видите панораму Ушгорода, раскинувшегося перед нами. Мы преодолели путь. 15.11. 4, да? 4 часа. А, за 4 часа меньше, чем за 4. За 3. Торможу, торможу. 3 это за 3.30 мы преодолели путь. Вот. Львова до Ушгорода. Сейчас мы въедем. Это еще не сам Ушгород. Это как там Барвинок, Мальвинок. Барвинок это есть как бы. Всего. Сотоверенов. Барвинок, да? Да. Сейчас на развязке мы повернем на окружную. И поедем по окружную. Я вам через город. Да, ну не хочу через город по окружной 3 минуты езды. Ну, не 3 минуты. Ну, так и шо? Ну, блин, через город ехать это будет убийство. Ну, так а нам уже не надо. Да, ты же уже выпросил свою сосиску. Поедем через окружную. Чего нам от это париться? Через 1 километр на перегрессе и с круговым рухом поверните у перший выезд. Ну, фига. Чтобы сало бы пули. Да, не. Так. Через 800 метр на перегрессе и с круговым рухом поверните у перший выезд. А вот и Ужгород. Вот сейчас мы въедем в Ужгород. На перегрессе и с круговым рухом поверните у перший выезд, а потом тримайтеся праворуч. Ну, сколько? Получается, 3.30. Ну, а я не знаю. Зараз тримайтеся праворуч. А вот и та заправка, о которой говорили большевики. Но нам она сейчас не нужна. Обычно здесь все заправляют. Не надо нам эту заправку. Заправить цел. И мы поворачиваем по окружной, Ужгородской окружной. Едем себе спокойненько по кругу. Не заезжаем в город. Сейчас на светофорах. Там в центре города, в узком месте, через мосты. Вот это будет толкотня в центре. Да, не, я не хочу ехать на Ужгород, но сразу сворачиваем на Ужгород. Чего? Ну, потому что там нужно ехать вперед, а потом возвращаться назад. Ну, так какая нам разница? Мы посмотрим. Так сразу едем на Ужгород, а я уже не научимся. Зачем? Если там очереди нет сейчас. Ну, на Ужгороде. Ну, тогда у меня лучшая граница, там меньше машины. Всегда было. Ну, понятно, что всегда. Нам потом крюк делать. А? Крюк делать. Чего же крюкать? Это же по этой дороге. Я знаю. По сторонам, мы уйдем вправо. Не перед, но куда. Перед, ну, нет. Как бы эту. Тут очень просто. На колесах. В общем, мы сейчас решим, куда мы поедем. Я и на Ужгород еще не ехать. Так еще 45 минут. Ну, так кто-то говорил, что очень близко по Ужгороду. Через города ехать, что он надо. Взять. Продолжить дорог цією дорогою еще 4 минуты. Чего мы сейчас решим, куда мы поедем. Не домой. Да, ну, мы этим даем Братиславу, но при этом, куда, на Ужгород, или на Ужгород, мы сейчас посмотрим. Ну что, доброго времени суток снова. 15.30. Мы подъезжаем на границу. Да не подъезжаем, мы на границу. Да, ну, мы уже на пропускном пункте Словакия-Украина. Со стороны Украины. Вот такая вот тут очередь. Сейчас мы на зеленый коридорчик быстренько проедем. И, в общем-то, я буду прощаться с вами в 15.30. Всего хорошего. С вами был я, Игорь Шеститко. Всем удачи. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить лайки, а то меня сейчас тут будут ругать. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok